После футбольной команды «Жемчужина» у Сочи долгое время не было своей команды. И вот в этом году она была сформирована не только из молодых игроков. В клуб были приглашены опытные футболисты. А буквально за 4 дня до домашней встречи с командой «Краснодар-2» стало известно о смене главного тренера. Опыт его. И ребята смотрят с открытым ртом. И у них огромное желание тренироваться и побеждать. Я думаю, сейчас он у него скоррективы. И команда загорает совершенно по-другому. И мы только ждем победы. Смена главного тренера, возможно, и повлияла на ход этой игры. Но не факт. В любом случае, в первом тайме и та, и другая команда играла ровно, без лишних эмоций. И хотя попытки забить мяч были сделаны неоднократно, везение не приходило. Табло оставалось неизменным. Вязкая позиционная борьба переходила в глухую оборону при малейшей атаке. А болельщики ждали от футболистов сенсаций. Вообще интересно, когда есть какие-то спортивные мероприятия. Особенно в городе с такими традициями. В принципе, жемчужину в Сочи все помнят, местные жители. Сразу после перерыва сочинские футболисты перенастроились. Они повели неожиданную атаку с напором и не ошиблись. Игра наполнилась смыслом, оживились трибуны. Первый гол был полной неожиданностью для краснодарцев. Они стали делать грубые ошибки. Сдали нервы вратаря. За фолк последней надежды Станислав Антипин был удален с поля. На его место вышел запасной вратарь команды «Краснодар-2», но и он не спас команду. На 81-й минуте нападающий Игорь Подерин, номер 17, бывший игрок «Спартака» и «Локомотива», забил второй гол. Не знаю. Мне кажется, невезение пока. Потому что моменты хорошие, последний пас есть. Пока немного удачи не хватает. Может быть, даже концентрации немного. На отдых у сочинских футболистов два дня. Здесь же, на запасном поле стадиона «Югспорт» в рамках первенства России, 9 ноября в 14 часов состоится матч с командой «Биолог Новокубанск». Елена Всецна, Борис Осин, телекомпания «ФКТ».